Привет-привет, дорогие друзья! С вами Ида, и сегодня я запускаю новую рубрику, которая будет называться Booty News, в которой расскажу о некоторых интересующих меня новинках косметического рынка. Итак, сегодня я впервые расскажу вам о моих так называемых beauty-хотелках из новинок косметического мира, которые либо уже вышли совсем недавно в свет и начали продаваться, либо еще будут продаваться в будущем, в каком-то ближайшем. Об этих новинках уже косметические бренды заявили в каких-то, например, пабликах, в каких-то своих страницах в социальных сетях, и уже мы можем смотреть на анонсы, делать какие-то выводы, а также думать, хотим мы эти новинки приобрести или не хотим. Итак, начнем мы, наверное, с теней, но если, например, в коллекции будет выходить еще что-то, я буду об этом также упоминать и говорить свой краткий анализ на то, что я вижу, на какую-то новинку, и говорить, буду ли я вообще стремиться купить данный товар, либо нет. Учитывая, что я живу в Беларуси, и достать какие-то новинки нам не так просто, то есть мы должны либо выезжать за границу, либо заказывать с официальных сайтов, которые привозят в Беларусь, делаю доставку, либо покупать что-то у байеров, что всегда будет дороже, чем если бы я покупала именно на официальном сайте, там, либо, например, на Культ Бьюти, у Фантастик, Сифари, или еще каких-нибудь интернет-магазинах. Итак, первая новинка, которая меня заинтересовала, она уже вышла, вот, но я, так как я делаю это видео впервые, я думаю, что можно о ней упомянуть, вышла она не так давно, это палетка от Наташи Динона, Сёрка Лока, на данную палетку некоторые бьюти-блогеры уже сделали обзор, вот, меня данная палетка заинтересовала, когда я ее впервые увидела, то есть что-то яркое, что-то нестандартное для Наташи Динона, которая обычно таких больше в пастельных тонах делает, либо, как бы, ее большие палетки выходят там, есть какие-то яркие цвета, но все-таки именно Сёрка Лока, это что-то необычное для Наташи Диноны, это, ну, реально, как у Орликина, краски, которыми можно себя, в принципе, разваливать, как хочешь. Палетка меня заинтересовала, я очень люблю яркие цвета в макияже, но при всем этом ее цена, по-моему, 125 долларов, меня смутила, учитывая, что у нас в Беларуси можно такую палетку купить только у перекупов, ее цена будет вообще, наверное, зашкаливать, по-моему, я видела за 140 долларов, ну, как бы, для палетки из таких ярких цветов это много, я люблю Пэт Маград, как бы, там палетки тоже дорогие, но ее Мазершип, это что-то проверенное временем, это что-то, можно сказать, уже культовое, то есть в качестве данных палеток я уверена, как, в принципе, и в качестве Диноны, но если бы эта палетка была не 125 долларов, такая большая, красивая, яркая и наполненная рефилами, если бы это была палеточка долларов за 65, я, скорее всего, бы ее купила, хотя бы потому, что я люблю яркость макияжа, но, учитывая, что данная палетка стоит 125 долларов, там очень много теней, я не успею их на себя вымазать, да, ну, куда реально можно надеть такие яркие макияжи, наверное, никуда, поэтому данную палетку я пропущу, если когда-нибудь она будет продаваться, ну, подешевле, в какой-то адской скидке, либо, например, с рук у кого-то купить, может быть, я ее и приобрету, чтобы попробовать данные тени, но пока что нет, пас. Следующая новинка, которая уже вышла и на которую успели многие бьюти-блогеры отснять видео, это палетка от Melt Cosmetic от Mary Jane. Данная палетка считается холодной, но я ее вижу как серединка наполовинку, то есть какие-то рефилы в ней теплые, какие-то холодные, матовых там немного. Вышли первые отзывы, я хотела изначально ее купить, у нас, по-моему, даже около 50 долларов ее можно было у перекупов купить, но, к сожалению, как бы отзывы на нее не слишком восторженные, то есть, да, люди признают, что качество тени неплохое, но каких-то прям восторгов, как, например, на Наташу Динону Глэм, которая мне, кстати, не понравилась. Да, так вот, каких-то восторгов я не увидела у бьюти-блогеров, поэтому покупать я ее буду навряд ли, опять-таки же, может быть, где-нибудь на распродаже, если когда-нибудь она мне попадется, то я ее возьму, но покупать за полную стоимость, заказывать с официальных сайтов, либо у перекупов брать, скорее всего, нет, я не уверена, что эта гамма мне подойдет, плюс там что-то нарекают на шиммеры, как бы не очень жалуют их, поэтому, скорее всего, данную палетку я пропущу, хотя запуск интересный, и первоначально она меня очень и очень заинтересовала. Следующий запуск, это палетка теней от Визиарт, морской тематики, палеток от Визиарт у меня нет, я очень хочу попробовать что-нибудь из данной коллекции, но, к сожалению, пока что у меня еще нет ни одной палетки от этого бренда, и как раз вот эта вот палеточка, она очень яркая, очень летняя, если я ее встречу где-нибудь у перекупов у нас, либо найду на каких-нибудь барахолках, я ее обязательно приобрету, как хочу протестировать качество, так и, в принципе, хочу узнать, что это за зверский витамин такой бренд Визиарт, поэтому данную новинку я пропускать не буду, ну и какая-то там помадка для губ меня не особо интересует, в принципе, помад у меня достаточно, и красных помад хватает, поэтому деньги на нее я тратить не буду. Дальше такой бренд, как Colourpop, с Colourpop я немножко знакома, у меня есть палетка Baby Yoda, вот, я не особо в восторге от этой палетки, мне нравится только упаковка, очень красивая, вот, но Colourpop очень часто стреляет своими новинками, запускает какие-то палетки, сейчас у них четверки теней в разработке, так сказать, скоро они выйдут, и пятерки теней, и пятерки теней мне показались достаточно интересными, цвета прикольные, может быть, я что-нибудь куплю, если перекупы привезут, как бы с официального сайта Colourpop я заказывать не собираюсь, если привезут перекупы какие-то палеточки у нас, и они будут продаваться, скорее всего, я куплю. Также выходят у них однушки теней, вообще эти однушки очень хвалят бьюти-блогеры, цвета достаточно интересные, но я вообще не поклонник однушек, я не понимаю, как бы, не вижу цветовой гаммы, которую могу нанести на свои глаза, очень сложно составить цветовую гамму, поэтому, если когда-нибудь мне попадется каким-то чудом однушка, я, конечно же, ее с удовольствием попробую, потому что качество расхваливают, но покупать несколько однушек непонятно, как потом на себя это наносить, ну, позвольте я пас. И достаточно интересно мне показался выпуск у Colourpop, это четверка для лица, набор из трех румян и одного хайлайтера, в принципе, если Беларусь к нам привезут, я куплю, попробую и сниму ролик, то есть именно продукты для лица у Colourpop мне достаточно интересны. Дальше из такого достаточно бюджетного бренда можно выделить Morphe, который выпустил коллаборацию с Coca-Cola, для меня это немножко шок, когда бренд выпускает коллаборацию с такой интересной компанией, как Coca-Cola, как бы компания с мировым уровнем, но, честно говоря, бутылку с Coca-Cola и косметику я бы никогда вместе не соединила, но вот компания, наверное, показала, что это интересно. Компания выпустила палетку теней, которая, мне кажется, не особо интересна, я вообще слышала, что качество Morphe очень спорное, то есть есть удачные палетки, но большинство не очень удачных, вот, также есть набор кистей за 20 долларов, есть тушь за 12 долларов и набор блесков для губ за 18 долларов. В принципе, ничего меня не заинтересовало, просто немножко удивило, что компания Morphe сделала коллаборацию с компанией Coca-Cola, вот, поэтому я вам рассказываю об этом, но если вас заинтересовало, можете написать в комментариях, вот, что вы думаете по поводу этой коллекции довольно интересной, вот, может быть, мы с вами пообщаемся на эту тему. Дальше, коллаборация, которая меня вот очень заинтересовала, и как бы она интересовала меня давно, это коллаборация бренда iHeart Revolution и Disney. Они сделали две коллаборации, это коллаборация с мультфильмом «Русалочка», там палетка теней за 20 долларов, хайлайтер за 10 и блеск для губ за 7. Я уже в каком-то из своих видео говорила, что меня интересуют коллаборации iHeart Revolution с Disney, я хотела себе приобрести золушку, либо красавицу и чудовище из этой коллекции, но меня смутили отзывы и цена на палетку, то есть цена на палетку около 20 долларов на Wildberries, а отзывы на данные тени были очень посредственные, то есть покупать игрушку за 20 долларов, чтобы поставить себе ее на туалетный столик, ну как-то так себе. И вот теперь выходит «Русалочка», очень красивая коллаборация, если я встречу на Wildberries, возможно я все-таки ее куплю, сделаю обзор на эти тени, я думаю вам он тоже будет интересен, если так, то ставьте лайк, либо диск лайк и пишите об этом в комментариях. Так вот, эта коллаборация мне интересна, если можно будет купить на каком-нибудь маркетплейсе данную коллекцию, я обязательно ее куплю, все-таки о чем-нибудь таком-таком с принцессами я мечтаю уже давно. А вторая коллаборация – это «Котики», это мультфильм «Коты-аристократы», вот, она меня заинтересовала куда меньше, котов я, конечно, люблю, но «Коты-аристократы» никогда не были моим любимым мультфильмом, и не понимаю, на кого, честно говоря, рассчитана эта палетка теней, кисть в форме лапки, по-моему, блески для губ, вот, если вам интересно, напишите об этом, ну как бы я покупать не буду, просто к слову, что именно компания iHeart Revolution запускает две коллаборации с Disney. Дальше. Бренд «Калейдос» выпустил довольно-таки интересную палеточку теней и вообще коллекцию в таких зеленых тонах, которые, честно говоря, сразу, когда посмотрела, подумала, это «Мэлт» опять что-то выпустил такое интересное, но потом нет, я увидела, присмотрелась поближе, что это китайский бренд «Калейдос» решил вдохновиться, скорее всего, «Мэлт» и выпустить коллекцию из «Палетка теней», маска для губ, глина для губ и все это назвать «Цветочный панк» либо «The Flower Pan Collection». Также в этой коллекции можно купить еще, по-моему, доллары за три коробочку картонную, красивую, куда все это можно сложить. Ну и, честно говоря, цветами меня выход зацепил, но о «Калейдос» я слышала разные отзывы и, честно говоря, за 36 долларов, за которые можно будет купить эту палетку, я куплю себе лучше что-нибудь другое, что-нибудь более интересное, более качественное, как бы, ну, отдавать на Китай такие деньги, наверное, нет. Вот, кстати, я заказала себе пару палеток от бренда «Ходжу», которые там буквально за 8 долларов вроде как имеют очень хорошее качество и красивую упаковку. Скоро жду, как только придет, обязательно сделаю обзор и расскажу вам о своем мнении на данную коллекцию. Ставьте лайк, если ждет. И дальше, наверное, мы уже будем немножко подзаканчивать под группу с тенями для век. Это будет люкс. для начала один из моих любимых бьюти-брендов это «Пэт Маград». «Пэт Маград» запускает новую коллекцию румяна. Она решила выпустить румяна для лица. Очень интересный запуск, как по мне, розочки, все красиво, все люксово смотрится, все так интересно. Я очень хочу купить что-нибудь от «Пэт» для лица, то есть румяна. Хайлайтер у меня уже есть, ее тройка хайлайтеров. Я в восторге. И плюс в этой коллекции еще будут помады, я так понимаю, будут блески для губ и тени. Палетка, в принципе, тоже интересная. Я посмотрю, когда «Пэт Маград» запустит свою новую коллекцию. Если цена меня будет устраивать, то, скорее всего, я куплю обязательно что-нибудь из этой коллекции. Возможно, хотелось бы, конечно, дождаться каких-то скидок у нее. На сайте сейчас очень часто проходят скидки, но если я захочу снять обзор побыстрее, то, может быть, я сделаю и предзаказ, либо заказ, вот как только эта коллекция выйдет. Мне интересно как палетка, так и помады, так и румяна для лица. Я думаю, что что-нибудь из этого я обязательно приобрету. Кренд Charlotte Tilbury выпускает еще две палетки Instant Look Love Palette. Такие палетки она уже выпускала, то есть это палетка для глаз и для лица. Я хотела давно попробовать такую палеточку, но пока руки не доходили купить, а тут как раз новинка. Я думаю, что я обязательно куплю что-нибудь из этих двух палеток, скорее всего, более светлую, хотя, может быть, и более темную. Не знаю, еще не уверена, посмотрю сводчи. Вот. Данная палетка будет стоить 75 долларов на официальном сайте. Уже доступен предзаказ. Вот. Я думаю, что скоро у нас YouTube заполонится просто отзывами на данные продукты, потому что предыдущие запуски подобные у Charlotte уходили на ура. Люди их любят, людям они нравятся. Вот. Ну и я тоже, скорее всего, соблазнюсь и куплю одну из этих палеток. Не знаю, какая мне больше подойдет. Может быть, дадите совет какой-нибудь в комментариях. Вот. Ну и обязательно хочу попробовать. Жду, пока появятся массовые продажи, чтобы купить, попробовать и обозреть. 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 Не путаем. Дальше румянами нас решил порадовать бренд Too Faced. Этот бренд я еще не пробовала, но вот они запускают такие интересные румяшки с кроликами. Цвета, в принципе, красивые. Если увижу где-нибудь у нас, если мне будет доступно это купить, но, скорее всего, я куплю и сделаю обзор. Румян у меня не очень много. По-моему, у меня есть пока только что румяна от Bourjois и Баттона от Hourglass, поэтому мир румян я еще не открывала особо для себя. Я обязательно хочу попробовать что-нибудь из интересных брендов типа Too Faced или Пэтмоград. Вот, поэтому я, в принципе, нацелена серьезно на коллекцию Too Faced. Если будет доступно у нас в Беларуси что-то такое купить, я обязательно куплю и сделаю обзор. Дальше бренд Benefit выпускает четверку из продуктов для лица. Значит, Benefit у меня была палетка от Check Leasers, по-моему, она называлась. Мне показался бронзер Хола слишком рыжеватый для меня. Я и могла краситься только когда была очень загорелая после отдыха на юге. Вот, поэтому наверное, данная четверка пройдет мимо меня. Все-таки мне кажется, что бренду Benefit уже пора придумывать. То есть, они бронзер Хола по-моему, румяна Калифорния пихают просто каждую свою палетку. Мне кажется, им нужно придумать что-то новенькое. Я думаю, сделать что-нибудь более для холодного потона кожи, чтобы и славянской внешности это тоже подходило. Может быть, они, конечно, в основном нацелены на американский рынок. Я так думаю, так и есть. Но, тем не менее, как бы, очень много женщин европейской внешности, которые вроде бы и рады бы воспользоваться с такими продуктами, но не могут, потому что они им слишком рыжат лицо. Вот, поэтому этот запуск будет также мимо меня. Ну, и у них выходит еще однушка Хула, однушка Хула с блеском, бронзер Хула сияющий, но это тоже будет мимо меня, хотя я, конечно, бы и попробовала, наверное, но я боюсь, что этот бронзер тоже будет мне слишком рыжить, и на мое лицо он особо не ляжет. Поэтому, наверное, я пока что пас. Еще один бренд это Анастасия Беверли Хиллс, один из моих любимых брендов. Выпускаю тройку для лица, это румяна скульптор и хайлайтер. Вот, в принципе, палетки мне понравились, довольно интересно. Я хотела, сначала захотела себе что-то купить из них, скорее всего, либо светлую, либо вот середенькую палеточку, но потом увидела стоимость 65 долларов, немножечко так удивилась, мягко скажем, и решила, наверное, все-таки я подожду, пока не буду покупать, может быть, на каких-то распродажах, если Анастасия будет устраивать на официальном сайте, потому что, ну, как по мне, такая палетка должна стоить не больше 40-45 долларов, ну, никак там не 65, по-моему, это перебор, то есть за 75 долларов Шарлота Тилбери, который уже суперлюксовый бренд, уже предлагает свою палетку для лица из 65 долларов Анастасия без продуктов для глаз, ну, как бы, по мне, это перебор, поэтому я пока что прохожу мимо. Бренд Juvies Place выпускает шестерочку для глаз и несколько видов двушек для лица, а также несколько блесков для губ. Вообще, бренд Juvies Place как бы меня заинтересовал давно, я давно присматриваюсь к их палеткам, но пока что-то прям вот сильно меня не зацепило, то есть, это, знаете, это вот случай, когда вроде бы, когда смотришь на все, все красиво, все нравится, но когда пытаешься выбрать что-то себе, что-то именно индивидуально для себя и сразу выбор, как бы, не знаешь, на что положить. Вот, поэтому данная палетка, мне кажется, больше для темнокожих девушек, она какая-то не очень интересная. Палетки для лица, возможно, я бы попробовала, если увижу, опять-таки же, у нас перекупов, наверное, я что-нибудь себе приобрету, но просто у нас в Беларуси бренд Juvies Place появляется достаточно редко, может быть, где-то, когда буду за границей, что-то интересное, я увижу и обязательно куплю, но пока, наверное, этот выпуск тоже пройдет мимо меня. Ну, и напоследок, бренд Huda Beauty также выпускает четверки для лица, вообще, я смотрю, какая-то сейчас тенденция отходить от бесконечных запусков теней для век к запускам продуктов для лица, то есть, румяна, хайлайтеры, бронзеры, и Huda Beauty решила не отставать, и также что-нибудь такое запустить, я так понимаю, эта четверка будет состоять из хайлайтеров и румян, вот, достаточно интересный выпуск, вообще, с Huda Beauty я особо с этим брендом не знакома, у меня есть только одна палеточка, Huda Beauty Rose Gold Remastered, поэтому я, наверное, с удовольствием бы познакомилась с данной четверкой теней, если у нас появится, я обязательно куплю и сделаю обзорчик, мне кажется, выпуск достаточно интересный, плюс еще палеток для лица у меня не так много, хотя, мне кажется, сейчас уже станет много, в принципе, друзья, это все бьюти-новости, о которых я хотела вам рассказать, запусков достаточно много, мой кошелек, наверное, будет трещать, просто, если хоть что-то привезут к нам в Беларуси, я решу все это скупить, а Pet Magrat, скорее всего, я куплю на официальном сайте, ну, а все остальное буду мониторить у перекупов и у каких-то инстаграм-продавцов у нас, чтобы купить, сделать для вас обзорчик, если ждете, ставьте лайки, если вам видео не понравилось, поставьте дизлайк, поставьте хоть что-нибудь, чтобы я знала, что мои ролики кому-то нужны, что кому-то они интересны, я развиваюсь для вас и, как бы, желаю вам всего хорошего, приятных покупок, если что-то вас заинтересовало, расскажите мне, что вы хотите купить в комментариях, давайте обсудим все вместе, ну, и до следующего видео, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok,